Всем доброе утро! А да, именно утро! Три-четыре часа, и мы тебя загрузим. Приехал в восемь вечера, грузят круглосуточно, передо мной было две машины. Сейчас 10 минут седьмого. Долготых не круглосуточной работы, я не вижу никакого. Я думал, хотя бы 2 часа. В 2 часа пришли, разбудили. Пришел, разбудил, потом говорит, ой, извини. Я, говорит, машины переходит. Говорят, а там ман стоял. Надо, говорит, ему заезжать. Вот третий я за ночь. Работяги! Прям слов нет. Даже не знаю, куда тут, что тут. А это когда-то был элеватор, походу, дело. Вот какие-то две рампы. Наверное, под одну из них. Хотя тут, по идее, делов-то, чтобы загрузить эту машину. Полчаса. Может, вот под ту. Да! Все, что осталось от элеватора. Одни обломки. Хрен их знает, под какую здесь становиться. Пойдем, спросим. Все, видите, только стал, начали грузить. Грузит быстро. Что ему тут? 33 паллеты стандартно. Говорит, 33 и один маленький. Вон они, мои паллеты стоят. Двадцатка тонн. Я не понимаю, чего так долго это все затянулось на всю ночь. Ну, у меня пауза получилась. Я выспался. Скажем так. Бук с ним. Доедем. Сейчас должны мухой закидать. Бумаги тоже должны быть готовы. И рванем. Семь утра. Все. Мы загружены. Я ничего не понимаю, чего мы целый день делали. То есть целую ночь. На следующем повороте поверните налево. Что делали, непонятно. Но фишка в том, что мы выруливаем. И поедем мы, братцы, с вами. Не поедем на Ростов. Готовьтесь к правому повороту через 500 метров. На М4 сразу. Мы сейчас пойдем в сторону Волгодонска. Чтобы выйти в районе Морозовска. Ростовская область. И уже там потом вернуться на М4. Короче, задача в том, надо объехать М4 с этими единицами. Ее пробками. Которая там. В районе вот. От шаг до камень-шахтинской. Эти ремонты. Стоять в них. Наши планы не входит. Терять время. Его у нас и так нет. Завтра утром нам надо быть. Поселок Октябрьский. Михайловский район. На выгрузке. По максимуму как можно быстрее с утра разгрузиться и резать на загрузку. На следующем повороте поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Через кисть. Очумело что ли? Поверните направо. У меня теперь едва. Ну, дальше еще чуть-чуть. Перепроложить. На следующем повороте поверните направо. Вот. Нам нужно сейчас уйти в сторону Волгограда. Не знаю. Меня что-то рисует не через Волгодонск. Мне так кажется, что нужно нам на Волгодонск. С Волгодонска на Морозовск. Я и Морозовск забил. На следующем повороте поверните на следующем повороте направо. Куда нас увидят, я не знаю. Надеюсь, мы там нигде не заблудимся и куда-нибудь не заедем. Туда, куда не надо. Возвращаться сейчас на Ростов. И потом там непонятно, сколько часов терять в этих пробках. Сейчас моряки уже и не только на море едут. Уже многие, потратив деньги, с моря возвращаются. Вот промышленный 59. Вот мы отсюда вчера. Сюда. По адресу у нас было забито. Моряки многие назад едут. Все-таки август. Уже бабло потратили. Возвращаются. Злые, без денег, загоревшие. Поэтому большие пробки там тоже не исключены. И как-то ну совсем в пламя мое не входит. В них толкаться. О, полица и сзади. На пластили. Вон есть. Затем через 50 метров поверните направо. Что-то им там. На службу едут. А я на переезде на стопе не стал. Сейчас может обиличивать будут. Может, наверное, обиличивать. Что-то не было бы. Готовьтесь через 800 метров плавно повернуть направо. Сейчас посмотрим. Пока просто едут. Уже если бы хотели, наверное, бы предъявили бы все претензии. Короче, не знаю. В общем, пробуем мы проехать, не заходя в Ростов. И там уже на эту трассу. В районе Морозовской. Или где мы там на нее выйдем. И уже там вернемся на М4. Уже это будет после Камень Шахтинского. Камень Шахтинского ремонт. Между ним и шахтами. Два ремонта тут. Все эти мосты поразбирали. Фанаты тут мосты разбирать, когда сезон. А дальше там уже нормально. Куда мы едем? Да, вот Волгоград направо. Уходим пока в сторону Волгограда. Потом только нужно знать, где свернуть. Нет, полицаи. Либо поехали вахту сдавать, либо поехали заступать на вахту. Наша бренная душа их не интересовала. Ну и чтобы вот такая вот дорога, как там впереди, не была. Весь Сальск искалесили вдоль, поперек, туда-сюда. В одну сторону, во вторую. Я только одного не могу понять, в чем причина была, почему меня не загрузили ночью. У меня еще было вчера дикое желание проехать. Вот как раз до этого какого-нибудь в Морозовске. Хотя если бы ночью загрузили, я бы, наверное, ночью не пошел бы на Морозовске. В эту сторону, я бы пошел на Ростовске. В любом случае, ночью половина моряков спит. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. В общем, задача понятна. Теперь осталось только понять, как нам ее выполнить. Чтобы нигде не встрять. Тут, блин, постов по Ростовске вокруг этого Сальска. На выезде Сальска стояли. Вот следующая деревня, опять пост. Какая красота, смотрите. Что-то тут закрыто. А, ну это, наверное, тут дамба или что? Или допуск к этому водоему закрыт? К этому нет. В Ростовской области, я так понял, все посты функциклируют. Ну, почти все. Рекоманыч. Рекоманыч. А, здесь дамба. Все понятно, почему туда. Тогда понятно, почему здесь туда допуска нет, естественно. Ой, вся зацвевшая. Совсем не симпатично выглядит. Даже шлюзы есть. Ничего себе, здесь что-то судоходство какое-то. Народ ночует, он прямо в поле. А, может не ночует. Может рыбалочку пошел. Тоже как вариант. Орловский какой-то. Я не знаю. Как бы я не стал, что тут очень напряженная трасса. Здесь шелловская заправка. Я хочу, смотрите, какая большая. Пушечка. Совершил. С топлива по 49 рублей. Рябчиков. Это тоже так, что ты едешь. По-моему, когда на Ливный идешь, тоже там эта дорога там. Или на Елец уже с Ливнов. В общем, на этом участке Орел и Елец. Ну какая там дорога, какое там движение. Бах. Шелловская заправка. Интересно. На центральных так их не очень много. Вот видно. В трассах. А вот здесь вот. Места. Ну не глухие, но во всяком случае, не знаю. Ну и других рядом СЗС нет. Вот. Народу деваться некуда вот с этом Орловском. И все. И вот заправляйтесь топливом по 49 рублей. Хотя можно и по 46 копейками заправиться. В Ростовской области. На нормальных заправках. Это может то, что утро было. Движение началось. Хорячки проснулись. Что тут шелловские монополисты, что ли? Сори за зимовники. Еще шелка. И тут ДПС работает. Каждый деревник. Так, мы налево, да. Волгодонск, 65 километров. Через 100 метров поверните налево. На следующем повороте поверните налево. Боже, ни разу здесь ездить не доводилось. Волга-Донск. Слияние двух рек. Но в основном случае в названии города. Степь Донская степи. Кругом степи Донские. Ну, видно, асфальтненький. Дай бог, что всю дорогу такой был. Какие колеи тут хомяки повыдавливали. Перед Волгодонском. Знал, что с колеи не выбросит. Так можно накроить и ставить километров 50 в час. Идти кофе пить. По идее, она не должна ни вправо, ни влево убежать. Так, хорошо-хорошо ехали. И вот, вон уже Волгодонск на горизонте. И пока дорога почему-то кончилась. Может, за Волгодонском опять начнется. Местами она тут совсем подгулявшая. Местами вот ничего еще более-менее. Пару раз так. Даже чуть-чуть не до полной остановки приходилось останавливаться. Вот отсюда так наблюдаю. Волгодонск был большой город. Дома высотные он посерьезнее, чем Сальск будет. Продолжение следует... 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 по матушке волги и вдруг захотелось вам по батюшки дону прокатиться вы ныряйте в этот канал по нему тут через шлюзы туда-сюда все элементарно и просто и уже на реке дом ну а мы благополучно преодолев морозовск держим путь свой морозовск волгодонск держи путь как раз таки на морозовск тут суре много всяких это вот этот протока задонская про задонцы протока нарушается приток протока отводит наверное может лишнюю воду здесь что тоже тут сложная вся эта миллиард 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 хвост миллиард миллиард а ративная система тоже же пшеницу все тут понятно что должно быть все убрано стало свалки поубирать покидали покидали посреди поля с этой стороны тоже да хорошие тут места рыбные просторные теплые 31 за бортом ляпота как только на улицу выходить не хочется кабинет под конденционером лучше все что в районе морозовск какой-то военный аэродром по ходу самолеты стоят военные ну да урал военный выезжает я не знал ну здесь никогда не ездил скажет опять шпил он сдал все ох ничего себе троечники что вы тут заблудились маршрут такой с негабаритом как долго в морозовске полоскали мозг на посту я думаю что немало так чё тут за знак движение грузовых запрещено чего транзитному транспорту через морозовск мы через морозовск не поедем морозовск у нас с правой стороны остается а мы левее прям на этот пост вредный выйдем ой вредный в свое время ну и сейчас наверное остался не знаю еду раз говорит я на тебя говорит фсб выс чего ты мне документы не даешь ну не не даю походил походить в этом правда никого не вызвал короче я поехал не знаю он там обиделся в будке закрылся больше не выходил подождал подождал поехал так сам морозовск вот он у нас справа вот мы сейчас выходим на эту трассу волгоград направо налево на камень ну туда правильный камень шахтинского но мы не поедем на камень шахтинский мы поедем куда ты хотел высунуться мы поедем немножко другой дорогой так получается срежем на перерез я тут выяснил мы сейчас короче сейчас доедем расскажу вернее попозже расскажу сейчас мы выйдем на эту трассу и поедем обедать 26 минут осталось пора паузу крутить все, сейчас выезжаем готовьтесь к каналу через 800 минут вот так качать налево это на камень шахтинский мы сейчас свернем направо и мы на М4 выйдем в районе в районе, в районе, в районе, в районе Миллерова сейчас тут за пару километров была железка там знак стоп был я как шел так и вверх и не останавливался сейчас там посту наверное на меня накажут заедут через 100 метров поверните направо АДР проверяет на следующем повороте поверните направо транспортники на розыске рассадить не взла короче на розыске рассадить не взла так, но прежде чем мы поедем куда-то мы сейчас вот перед этой Роснефтью с левой стороны стоянка съедем или прямо здесь на этой Роснефтью где-нибудь швартуемся о, война, 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 обед по расписанию вот здесь я знаю слева я здесь ночевал вот она в общем сейчас вот сюда вот заедем в общем сейчас вот сюда вот заедем покушаем и после этого поедем дальше буквально российский мягко скажем совсем подгулявший ну и плюс мой ровесник вот мы сейчас вот здесь вот Морозовск вот здесь вот мы выехали вот сюда это вот на Камень-Шахтинский мы поедем вот так тут уже я так понимаю дорога есть вот Кошары и вот сюда вот выйдем на объездную Миллерово здесь уже есть дорога просто ну у меня нет я даже не скажу вам какого года этот букварь не буду позориться но он очень древний очень вот поэтому мы поедем вот так сказали дорога нормальная ну узковато вот здесь до Кошар ну ничего страшного и все и мы вот получается чем вот так мы срежем вот так вообще конечно Атлас России надо было поменять наверное ну а дальше уже все вот наверх по М4 да, да, да я знаю, да есть один минус в обезьях после него почему-то очень хочется спать я вот еще не успел выехать а уже такое ощущение, что сейчас бы часика на два мне толком-то и не дали ночью поспать сначала два часа ночи охранник разбудил давай заезжай оказалось не меня надо было звать а соседа моего там сосед прибежал давай рваться потом весь сон перебили на часов до пол пятого уснуть не мог шарахался по этой кабине туда-сюда вроде в пол пятого задремал уже в шесть подняли на погрузку так что сейчас чувствую будет ну сейчас-то ладно здесь такая дорога будет еще не до сна вот мы сейчас уходим направо на Милютинску налево вернее на Милютинску и Лютинская, Кошары и там уже после этих Кошар уже считается там М4 никаких ограничивающих знаков нету ну и мне Санька, друг мой надежнейший источник говорит, мы все время здесь ездим вот Кошары получается 115 а там я не знаю сколько до М4 посмотрим однозначно здесь будет короче чем через возвращаться на Камиль в Шахтиинске потом постоять там внизу на ремонте моста в пробочке часа два проедем скажем сделаем выводы какая прелесть посмотрите зеленое море Тайгеры желтое море Подсолнухов обалдеть обалдеть какая красота обалдеть какая красота там никаких вопросов никаких вопросов а вот Кошарский район совсем нигзгуд вот я смотрю разные подсолнухи это наверное вот который ну такой правильный так там на семечки там на масло а есть же наверное кормовой вот походу с правой стороны сейчас у нас будет кормовой они такие маленькие такие все засохшие никакие короче а может и нет ну вот Танис вот посмотрите как отличаются друг от дружки может еще просто не выросли которые с этой стороны может позже посадили сорт другой не такое ощущение что бывает вообще но эти еще более-менее выходят едешь такие ну совсем они подгулявшие стоят такие как никакие как будто не это еще наверное нормальный и все так головы а вот повернули получается куда они повернули мы сейчас идем на северо-восток значит головы на запад получается повернут не это не такие вот видел совсем ну может позже посаженные вот тут вообще еще даже желтенького ничего не видно значит тоже подсолнит наверное скорее всего просто не так выросли еще вот все было хорошо пока Кошарский район не заехали даже рекомендуемая скорость 30 посмотрим что дальше будет райцентр Кошары что сказать в общем-то ничего страшного пару мест таких где нужно там километров 40 ехать но они небольшие сразу на въезде кстати государственный музей заповедник шел охладе на 100 5 километров нет мы не поедем вешенский не направо налево вот пару мест о смотрите какой красавчик стоит где ну так едешь там 65 60 65 тоже а в основном 70 бежишь спокойно не знаю как здесь еще тут 47 километров до м4 осталось пока как бы не впечатляет но может быть получше будет но лучше не очень быстро потихоньку ехать не очень хорошо чем очень хорошо и совсем не быстро стоять на м4 на ремонтах вот тут еще вот 47 верст потерпим и все и там дальше только газуй нормально ехать можно конечно зимой когда метеот там еще что-нибудь сюда не поедешь вряд ли тут кто-то что-то усиленно чистит вот так вот в такую погоду например если идешь со стороны воронежа и нужно уйти на волгоград то какой смысл туда за камень шахтинский да потом там поворачивать налево до центральной дороги когда можно здесь прекрасно срезать машин тоже там практически не было здесь тоже да смотрю движуха визот знаменитые тут пучкуются а на том участке вообще никого миллерово ой миллерово этот морозов скошары там вообще пару машин только встретилась грузовых навстречу и одного хомячка обогнал все легковых то пару десятков было за всю дорогу так что ехать можно охраня вот ну ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Толкнем немножко топливо туда, за воздушину. Сейчас мы его отсюда туда пикнем. И все, и оно как в сообщающихся сосудах выровняется уже под гумбаком. Много не надо. Это вакуум. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отблю не купил. Нету. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плохо. Я знаю, здесь в Липецкой области заправочку. Дискани с пистолета наливают. Но я до туда не доеду. Ну, видите, пишут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так как вы надоели, если бы только знали. Ну, видите, 6% от блю. Топливо 4. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас перегонит топливо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Офига себе, тут ямы какие. Смотрите, что делается. Охренеть! Ничего себе! Я туда не поеду. Я сейчас вот здесь стану в тенечке от этого рэфа. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. На паузу крутануть 30 минут. Под заправкой уже не стал стоять. 15 минут у меня есть. 30 минут постоим и поедем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы, друзья, валим по-новому, долгожданному. Открывшемуся участку М4 в обход Павловская-Лосева. Чтобы на скане бежал-бежал. Вот он встал напротив. Вот уже старая М4, она пошла вот туда. Ну, как старая. Бесплатная. Вон она вот там. Даже вот на этой стоянке я как-то ночевал. Вот прямо здесь которая. Вот. А мы уже уходим в обход. Конечно, долгожданный участок для большинства. Водителей, грузовиков. Сколько раз тут ограничения вводили в этом Лосево в этот сезон, когда эти моряки все едут. Что-то меньше пробки собирались. Днем там грузовикам нельзя было, только ночью. Там постоянно собиралась толпа машин. Там слухи доходили, что местные специально устраивали. Особенно в Лосево там. Эти. Поставят какой-нибудь джигуль задрипанный. Все начинают объезжать. А естественно поток машин большой. Пробка. И тут же вам за денежку предлагается объезд по полю. Ну я такое слышал. Не попадал, но слышал. Ну вот все. Сейчас уже мы летим. Мимо. Посмотрим там сколько этот новый участок нам обойдется в денежном эквиваленте. Ну единственное, кто не рад открытию. Ну понятно те, кто ставили этого жигуленка. Ну и эти все хозяева там кафешек, магазинчиков, стоянок, в том же Лосево, то и в Павловске. Люди несут все. Можно посмотреть какой поток идет. Там 90% ушло сюда машин. Там едет 10%, может даже 5%. То есть все. Все. Нету там людей. Люди несут убытки. Как и везде. Там, где делают объезды потом. Через те населенные пункты, которые, можно сказать, жили этой дорогой. Все. Сейчас никого нет. Есть, конечно, контингент машин, но маленький. Я так краем ухо слышал. Не знаю, правда, не правда. Вроде как хотят где-то с кем-то тут порешать вопросы. Какую-то площадку здесь, чтобы выделили за свои деньги. В общем, переехать сюда, оплатку. Потому что там им однозначно делать ничего. Либо закрывать бизнес, а это увольнять людей. Сами без работы. Вроде как хотят где-то здесь. Я такое слышал. За что купил? За что купил, за то и продаю. Ну, это, наверное, единственный способ у них, как выжить. А зато местным сейчас там хорошо. Кто не был связан с дорогой. Сейчас тишина, спокойствие в Павловске. Нет этих пробок диких. Это постоянно толпы машин. Но, но, но. Ну, а нам, конечно, Глондайк. Моряки не ругаются, что мы им ехать мешаем. Сами едем. Вот он, Павловск. Все, и вот так вот мы потом за Лосево уже выйдем. И там уже после Лосево, обхода Лосево, там, насколько я помню, там платка будет. Где мы будем соединяться уже с дальнейшей дорогой. Новый участок соединится со старой. Там будет платежка. Посмотрим, сколько там заплатим денежек. У нас этот висит. Транспонзер. Посмотрим, сколько по нему нам обойдется. Вот Павловск. У меня есть подписчик Сергей. Мы хотели с ним встретиться. Но я что, как тут первый раз еду? Оказывается, последний съезд, чтобы попасть в Павловск. Это еще аж перед Верхним Мамоном. Я думал, где-то здесь раньше можно, ну, еще перед самим городом будет съезд. Нифига, только возле, вот, в районе Верхнего Мамона. А это километров 40, даже побольше, наверное, отсюда, вот, до Павловска. Короче, не удалось нам пересечься. Ну, договорились, что в следующий раз маякну заранее. Будем знать теперь, где чего, как тут ехать. Так что, Сергей, извиняйте. Я не специально. А, нет, есть тут съезд. Оно надо ему, чтобы встретиться, получается, ему надо выезжать на платку. Ну, тоже не вариант. Нет, в Павловск, да, вот, съезд есть новенький. Но, чтобы ему попасть, чтобы нам где-то здесь на платку пересечься, то, получается, ему нужно выезжать на платку. Ну, либо мне съезжать, а потом опять заезжать. Где-то тут становиться. Короче, в следующий раз мы решим этот вопрос более по-другому. Вот и платка. Значит, и конец объезда. Блин. Насколько это все быстрее. Вспомнишь, это Лосева. Стофор этот погасник, там, красный. Вот, одному направо, второму налево. Кто-то заезжает, кто-то выезжает. Эти машины только на руке стоят. Не проехать, не пройти, не пролететь. Ой. Тот же Павловск. Давай, жми, 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 чтобы кто-то в городе не вел. А сейчас... Просто песня. Сейчас узнаем цену этой песни. А вон она бесплатная. Где-то здесь я пересекал. Еще она строилась. Туда ездил километров 60, наверное. Перед Новым годом тогда углем грузился. Яблочный там каким-то. Супер-бупер, сказали, запах имеет. Крайний рейс был в прошлом году. Что-то мне та маленькая не нравится. А здесь вообще сработает это? А что она не поднимается? Что-то не сработало. Хорошей дороги. Так и ценники не заметят. Если вы видели. Я не знаю сколько. Кому надо, тот может загуглиться, узнать, сколько эта платка стоит. Пока тут туда сюда. Видите, не сработал что-то, не на счет. Отдал тетеньке. Она там поколдовала что-то над ним. И все. Ехал тут целый час. Настраивал себя узнать ценник платки. Вот, нате, вам, пожалуйста. Нифига не узнал. Не, ну, так бегут, конечно, вон машинки. Видите, идут. Экономят. Люди копеечку. Но это не наш случай. Сейчас на Газпром заедем. Там показывает, что там под блю можно залить даже с колонки. На всяком случае так на сайте написано. Там мы уже в Воронеж прошли. Я уже все еще без отблю еду. Уже ноль пишет. Но она дает там какое-то время и расстояние. Якобы найти жидкость. Вот мы ее и ищем. Отблю найдем, потом начнем стоянку искать. Надо уже становиться. Что-то мне слабо верится. Вы прибудете в конечный пункт. Если нет, пойду. А, нет. Или нет. Или ты что это? Колонка или это не колонка? Что-то не пойму я. Вот это с левой стороны. Да, нейтрализация выхлопных газов. Точно. Работает она у них. Что-то я не могу понять. Какая-то она непонятная. Такое ощущение, что она у них не работает. И даже пистолета не вижу. Нейтрализатор выхлопных газов. Ну, все верно. Пойдем спросим. Ну, наверное, хотели сделать, но не сделали. Ладно, пойдем на заправки. Поинтересуемся. Е-мое, вот колонка от глюк. Все. Переезжаем. Все у них тут красиво. Оказывается, есть. Я сразу не заметил на зелененьким цветом. Обычно отблю синенькое. А это зелененькое. Все, огонь. Сейчас заправим. Немного. Литров с 30. Что нам хватило до этой. Да уже до Смоленской области. До Лайтская доехать. Все потери. Сигнал GPS. И все. Копливо заправили. Сейчас осталось отблю залить. Надо, наверное, подравняться То есть, получается, и проезд Перегорожу Малость не симпатично И поедем искать Где мы будем спать сегодня Хорош Пошли заливать Даже по карте Е100 можно заправиться Лепата А что-то отщелкнулся Все отщелкивается До конца выжимаю Ладно Не буду до конца нажимать По этому поводу, что такая хорошая заправка Пойду кофе еще возьму На Газпромах я первый раз вот вижу, что подглюнуло В России Не встречал ни разу Нас в Белоруссии видел Многослава в России Чтобы такая колонка вот так вот Так не стояла Первый раз Будем знать Е-мое Щелк-щелк-щелк-щелк-щелк 30 литров заказал Сейчас Мне хватит этого Мне этого до Лайцкая хватит Там уже мы по своей карте заправим Канистры зальем с собой Там нам дешевле Вот Короче, пошли за кофе мы поедем Субтитры сделал DimaTorzok